приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео хочу вам рассказать свои впечатления от недавних изменениях в игре world of tanks с выходом патча 1.16 честно говоря это патчем сложно назвать это скорее микро патч небольшие крошечки изменений там буквально пыль с дороги какую-то собрали и нам на лопате предоставили в виде патча поскольку там балансные правки карт в этом патче и новый battle pass в принципе все ну и ранговые бои которые ну ранговые бои ранговые бои чё они без патча были бы эти ранговые бои просто лишний раз какую-то писанин q там в патче нарисовали что изменили ничего и все но поговорить хочется именно о картах поскольку это именно то что влияет на нашу игру каждый день когда мы заходим в это то с чем мы сталкиваемся с механиками игры с балансом и играбельностью на картах и общей адекватностью и желанием играть нормально у комьюнити world of tanks это то с чем мы сталкиваемся каждый раз когда заходим в эту замечательную игру и картошечка решила навести порядок в своих картах на мой взгляд проблем там предостаточно но балансные правки коснулись всего лишь линии зигфрида эрленберга и затерянного города всего лишь три карты решили подправить причем две из них подправили в основном в штурме на затерянном городе просто базу подвинули внутрь города из-за чего теперь атакующая команда иногда становится на захват и выигрывает без боя но такое было в самом начале когда только патч вышел а потом мне просто перестали выпадать штурмы в прошлом патче мне очень часто попадались режимы штурм в патче 116 мне штурм практически перестал выпадать также в режиме штурм на линии зигфрида немножко подвинули респы атакующая команда их ближе к сдвинули к центру а команду которая защищает свою базу их скучковали в центре возле своей базы непосредственно чтобы все были в одной куче также на линии зигфрида и на эрленберге были незначительные правки касаемо рельефа чуть-чуть там под накопали чуть-чуть там елочку на линии зигфрида убрали одну который почти никто никогда не пользовался я с 2013 года ни разу не видел чтобы той елкой пользовались ее убрали катастрофа также на линии зигфрида в городе кучку мусора сделали больше из-за чего теперь неудобно выезжать и стрелять по врагам поскольку эта кучка мешает своей высотой она перекрывает вашу стрельбу а враги стреляют вам по лючкам изменение замечательное также сделали там дорожку под забором более широкую чтобы легче было проезжать это наверное хорошо но опять же мне штурм перестал выпадать поэтому фиг знает ну и поставили там бункер какой-то на бугорочки замечательно также на эрленберге у нас один домик убрали один домик сделали больше и две кучки мусора поставили в том месте где слабый респ ими практически никогда не пользуются если одной кучкой на главной улице еще иногда пользуются то кучка мусора которая находится перед мостом в такой вот нычки вокруг разваленного домика туда практически заехать невозможно не слившись полностью кому они там кучку мусора сделали я честно говоря вообще без понятия как туда можно заехать вообще не врубаюсь такое ощущение как будто бы там одного проезда не хватает между домов из-за чего слабый респ стал немножко сильнее стало легче играть с другого берега реки но я бы не сказал бы что этот респ прям стал сильным достойным соперником вражескому респу но стало не так душно окей изменения более-менее но основные мои претензии к режиму штурм и к режиму встречный бой на мой взгляд встречный бой это какой-то маразм когда встречном бою происходит нормальный бой то как люди двигаются по карте куда они стремятся позиционки прострелы там режим в целом получается интересным но на мой взгляд ключевое во встречном бою это то что есть люди которые на первых минутах едут на захват базы становятся и просто там стоят а во встречном бою так построенные карты и в таких местах стоят базы что ты туда едешь сбивать захват таким образом что ты скорее всего просто сливаешься чем базу сбиваешь вот в принципе все на мой взгляд есть простое решение во встречном бою захват базы не должен происходить сразу мне кажется захват базы нужно активировать через время чтобы захват базы происходил потом не самого начала боя поскольку у игроков происходит выбор слить свой танк и и может быть сбить базу или стать на круг базы чтобы захват остановился или просто стоять и надеяться что либо враги съедут либо кто другой собьет либо бой закончится и у всех будет ноль урона этой игре уже много лет и можно было бы как-то доработать этот режим у меня есть следующее предложение я понимаю что разработчикам все равно никто меня не услышит и так далее но я просто могу высказаться поэтому выскажу во первых захват базы может начинаться не сама начала боя таким образом люди которые приедут захватывать базу они просто не будут ее захватывать даже если пару минут захват базы будет недоступен это уже лучше чем то что люди с первой минуты становятся и просто через две минуты бой заканчивается и все это бред а ехать сбивать никто особо не хочет потому что я уже объяснял что ты просто сливаешь танк никто этого делать не хочет ради сбития базы либо я предлагаю модернизировать встречный бой во что-то более во первых чтобы начать захват базы для начала нужно что-то активировать на карте каким-то действием после чего активируется захват базы и только потом можно будет ехать ее захватывать каким образом будет происходить активация можно выдумывать как угодно тестировать проверять и найти лучшее решение но то что этот режим конченый я думаю знают все и разработчикам наверное уже должно быть стыдно так долго закрывать глаза на режим встречный бой он тупой и конченый и недоделанный этот захват базы нужно доделать и тогда режим будет интересный либо тем что база не сразу захватывается либо тем что ее нужно активировать каким-то действием где-нибудь на другом конце карты но то что есть сейчас это не играбельный конченый бред до хочется включить встречку для разнообразия чтобы было не так скучно но как только эти придурки становятся с первой минуты боя втроем на захват любые придурки абсолютно неважно какие союзные вражеские все сразу же этот режим хочется выключить и проблема здесь в том что режим недоделанный все и следующее режим штурм добавили редшир и степи в режим штурм то что творится в этих режимах штурм на степях и на редшире это просто какой-то цирк во-первых танкисты абсолютно не понимают что делать многие это лишний раз показывает что танкисты в общей своей массе не понимают как работает общая концепция геймплея игры world of tanks они не могут подстроиться к новым условиям не то что быстро не то что хотя бы примерно попробовать как карта играется игроки абсолютно не умеют приспосабливаться общей массе танкистов просто нужно ехать в какую-то одну точку где они хоть когда-то там дают пару тычек урон чека и все и на этих новых картах в скобочках старых просто на них штурм сделали редшир и степи танкисты вообще не знают где это их точечка где они будут стоять давать свои два урон чека едут куда попало в никуда просто сливаются кучами в начале боя и это просто смешно наблюдать и как же легко на них набивать урон чик пока они ничего не соображают и насколько же быстро легко и интересно подстроился под эти режимы я я бы честно говоря часто вводил бы что-то новое менял бы расположение баз или сделал бы их чуть ли не рандомными чтобы они друг напротив друга просто менялись в разных там местах потому что мне интересно на ходу ориентироваться в этих картах играть придумать позиции прям сразу во время боя это реально прикольно но я понимаю что наверное мне интересно будет чуть ли не одному это в игре я вижу как танкисты вообще не могут ориентироваться и наверное для девяносто девяти процентов игроков такое вообще не играбельно просто они не умеют ориентироваться не то что сразу они даже не могут сориентироваться за внушительный отрезок времени на одной и той же карте которая вроде бы статичная и для них это очень сложно но как же это интересно для меня и насколько же на карте редшир штурм дисбалансный насколько же сложно играть в защите настолько же нужно в защите отыгрывать грамотно четко и понимать сразу куда ехать из-за того что танкисты так туго соображают они в защите абсолютно в нулину сливаются почти всегда поскольку там ключевыми местами являются фланги а танкисты просто по полю едут прямо и умирают они отдают фланги и проигрывают намного жестче чем наверное рассчитывали разработчики до через время возможно этот режим устаканится и бои будут происходить адекватнее но пока что на карте редшир режим штурм напоминает зоопарк на карте степи режим штурм смотрится немножко сбалансирование адекватней и прикольней но на карте степи в режиме штурм точно также танкисты в основной своей массе едут черти куда куда попало по полям в никуда и сливаются с нулем тоже не могут сориентироваться и понять чего вообще от них надо но пока что карта степи выглядит в этом режиме как-то более сбалансирована и адекватно но это мои личные ощущения которые я испытываю играя на этих картах в этом режиме возможно статистика которая отображает реальную ситуацию на этих картах совсем другая не то что я говорю у меня никакой статистики нет я просто рассказываю вам свои ощущения от картошкиных изменений от этих карт и от этого режима последнее время в патче 1.16 штурмы вообще как-то очень редко мне стали попадаться из-за чего у меня результат стал хуже поскольку режим штурм мне очень нравится я в нем гораздо сильнее играю по крайней мере я так думаю и в штурме всегда больше урончика набиваю этот режим быстрее интереснее динамичнее стандартный бой он более пресный медленный и не такой насыщенный это все о чем я хотел вам рассказать есть как и положительные стороны так и негативны с этими изменениями на картах очень жалко что такого контента в игре очень мало и работа с картами ведется медленно мне это очень интересно но возможно ца картошки такое не интересно они вон теперь на этих редширах и степях еще лет 10 будут по полям в разные стороны слоняться не понимать куда им ехать а я туда сюда уже и полностью изучу эти карты и они будут для меня как две копейки я их буду отыгрывать просто как что-то стандартное мне такого хочется больше но этого жаль что так мало с вами был варчик играть красиво всем пока что и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok